Политическое чертово дюшино. Сегодня число претендентов на участие в выборах президента США в 2016 году достигло 13 человек. О своем участии в гонке за последние часы объявили демократ Линкольн Чейфи и одиозный республиканец Рик Перри. Оба, к слову, бывшие губернаторы Род-Айленда и Техаса, соответственно. Что обещают избирателям новые кандидаты и каковы их шансы? Вопрос адресую вашингтонскому корреспонденту Артевяй Роману Мамону. Он выходит на связь из американской столицы. Рома, тебе слово. Добрый вечер, Лиза. Рискну предположить, что в последние сутки миллионы американцев задаются вопросом, кто такой Линкольн Чейфи. 62-летний политик из штата Род-Айленд не значился ни в одном прогнозе политологов, да и сама фигура Чейфи мало кому известна в Соединенных Штатах. Но мы заполним этот пробел. Линкольн Чейфи был сенатором от Род-Айленда с 1999 по 2006 годы, а в 2010 победил на выборах губернатора. Отработав, правда, всего один срок. При этом изначально он состоял в республиканской партии, но вышел из нее в 2007 году из-за несогласия со стратегией слонов. В губернатор он баллотировался как независимый кандидат, а в Демпартию вступил два года назад. Чейфи выступает против смертной казни и свободного оборота оружия, и за однополые браки, исследования стволовых клеток и аборты. Плюс он сторонник увеличения госрасходов на здравоохранение и минимальной почасовой оплаты. И обещает Америке перемены. Я люблю вызовы, и очевидно, что Америке предстоит с ними столкнуться. Сегодня я официально вступаю в борьбу за право быть кандидатом от Демократической партии. Если мы, как лидеры, сможем продемонстрировать здравый поход и принимать мудрые решения, то мы сможем разрешить стоящие перед нами проблемы. Впрочем, будем реалистами. Шансы у Чейфи практически ничтожны. По всем опросам его знают и готовы поддержать не более 1% избирателей. Это меньше статистической погрешности. Сомнительно, что он сможет даже собрать необходимые средства для избирательной кампании. А вот у другого кандидата на пост президента, который сегодня вступил в гонку, проблем с узнаваемостью нет. Речь о бывшем губернаторе Техаса Рике Перем. Этой ночью на его сайте появился предвыборный ролик. А днем сам Перем объявил о начале кампании на встрече со сторонниками в родном штате Техас. Настало время создать настоящие рабочие места, увеличивать зарплаты, создать возможности для всех. Время дать каждому гражданину долю его страны. Время восстановить надежды. Надежды забытых американцев. Миллионов представителей среднего класса, кто потерял веру в будущее. Миллионов рабочих, которые отчаялись найти работу. Это время перезапустить отношения правительства и граждан. Вот почему сегодня я начинаю борьбу за пост президента Соединенных Штатов Америки. Я напомню, что Пере занимал пост губернатора Техаса 15 лет. Это абсолютно рекорд в истории штата. Он сменил на этом посту, ставшего президентом Джорджа Буша-младшего. При этом он тоже успел сменить политическую ориентацию. Сначала был демократом, а потом ушел к республиканцам. Рик Пере прославился своими угрозами о выходе Техаса из состава Соединенных Штатов и крайне консервативными взглядами. Для пламенного Техасца это уже вторая попытка стать президентом. Он участвовал в прамерезе в 2012 году, но с треском провалился. Сейчас его рейтинги тоже не впечатляют. По опросам его готовы поддержать от 2 до 5% республиканцев. Таким образом, на данный момент, как вы, Лиза, уже сказали, мы имеем чертову дюжину желающих занять кресло в овальном кабинете. От республиканцев гонки участвуют в хронологическом порядке выдвижения сенаторы Тед Круз, Рэнд Пол и Марк Рубиум, нейрохирург Бен Карсон, бывшая глава корпорации HP Карли Фиорино, экс-губернатор Арканзаса Майк Хакоби, экс-сенатор Рик Санторум, экс-губернатор штата Нью-Йорк Джордж Потаки, действующий сенатор Линдси Грэм и бывший губернатор Техаса Рик Пере. У демократов в списке 4 кандидата. Бывшая первая леди Хилари Клинтон, независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший губернатор Мэрилэнда Мартин О'Мелли и экс-руководитель штата Руд-Айленд, упомянутый Линкольн Чейфи. И сегодня же разрешилась еще одна интрига. Посмотрите на сайт, появившийся сегодня в сети. jabanouncement.com Объявление от Джеба. Буш, младший, бывший губернатор Флориды, сегодня объявил, что в понедельник, 15 июня, в Майами состоится некое важное событие. Что за событие, думаю, гадать не стоит. Лиза. Спасибо, Рома. Мой коллега Роман Мамонов о новостях президентской гонки в США. Добавлю, что во внешней политике Рик Перри собирается быть ястребом. Объявляя о своей кандидатуре, он выступил с обращением в адрес президента России. Владимир Путин использует энергию как оружие. Так я хочу сказать ему, если энергия это оружие, то у Америки будет самый большой в мире арсенал. Мишенью бустонского исламского радикала Усамы Рахима, застреленного полицейскими на этой неделе, вероятно, была активистка Памела Геллер. Эта жительница Нью-Йорка недавно давала интервью нашему каналу. Она является организатором ежегодного конкурса рисунков и карикатур на пророка Мухаммеда, инициатором установки на городском транспорте бигбордов, поддерживающих Израиль и критихующих джихад. Накануне стало известно, что Рахим и его сообщник были связаны с ИГИЛом. Они планировали обезглавить стражей порядка, а также известную личность из Нью-Йорка, кого именно не сообщалось в интересах следствия. Сегодня стало известно, что это Геллер. Активистка выступает за абсолютную свободу слова, уже много лет устраивает провокационные, по мнению некоторых комментаторов, мероприятия, а с некоторых пор после угроз расправы со стороны террористической группировки ИГИЛ не расстается с группой личных охранников. Скандал в FIFA может стать одной из главных тем саммита Большой Семерки, который состоится 7 июня в Германии. Об этом заявили в Белом доме. Усилиями Федерального бюро расследований США крупнейшее коррупционное разбирательство в истории футбола идет ускоренными темпами. Зеппа Блаттера сегодня пообещали разоблачить его бывший заместитель Джек Уорнер. За скандалом в FIFA и ходом расследований следит мой коллега Евгений Маслов. Скандал с коррупцией в FIFA выходит на новый уровень. Бывшие чиновники Федерации готовы предоставить следствию разоблачительный компромат. Скандал теперь комментирует Белый дом. Аресты сотрудников FIFA не исключено. Станут даже темой для обсуждения на предстоящем саммите Большой Семерки. На предстоящем саммите Большой Семерки, как я подозреваю, будет много фанатов футбола, даже на самом высоком уровне. Не знаю, широко ли эта тема будет обсуждаться, но могу сказать, что президент уверен в профессиональности тех, кто занимается этим делом. Не думаю, что президент будет много распространяться на этот счет, но не удивлюсь, если разговор на эту тему состоится. Как выяснился, информатор ФБР Чак Блейзер в деталях раскрыл то, как работала система взяток Международной Федерации Футбола. Бывший член руководства североамериканского подразделения FIFA не только сам признал свою вину в том, что брал взятки во время голосования за место проведения чемпионатов, но и помог разоблачить других членов руководства FIFA. Разговоры с чиновниками, как выяснилось, он записывал на микрофон, спрятанный в брелке для ключей. В Управлении Конфедерации Футбола Северной Центральной Америки Блейзер работал более 20 лет, и в его осведомленности сомнений у следствия не возникает. Расследование ФБР, по сути, построено именно на его признаниях, которые теперь стали доступны общественности. Но самое интересное, что его откровения могут померкнуть на фоне компромата, который пообещал предоставить следствию бывший вице-президент FIFA Джек Уорнер. Уорнер целится, похоже, лично в Зепа Блаттера, подавшего в отставку президента FIFA. Уорнер, по сути, пообещал вывести его на чистую воду и передать следствию важные документы. Я делаю это, чтобы даже я не мог повлиять на расследование. Обратного пути не будет. Эти документы наглядно покажут связь между FIFA, ее финансированием и мною. Кроме того, они покажут связь между финансированием FIFA и лично с Зепом Блаттером. Между тем, самого Джека Уорнера подозревают в получении миллионов долларов в качестве взяток. Он дает понять, что терять ему нечего, и он расскажет все, что знает. Как известно, правоохранительные органы США выдвинули обвинения против 14 чиновников FIFA в вымогательстве, взятках и отмывании денег. Общая сумма махинаций по этим делам – приблизительно 150 миллионов долларов. Теперь, после опубликования показаний Чака Блейзера и скандальных заявлений, Джека Уорнера становится очевидным, что дела с коррупцией FIFA, оказавшиеся в центре внимания Федерального бюро расследований – это лишь верхушка айсберга. Евгений Маслов, Лев Чеснов, телекомпания RTVI, Нью-Йорк. Сегодня близкие прощались с сыном вице-президента США и бывшим генпрокурором штата Делавер Бо Байденом. Байден-младший скончался от рака мозга. Ему было 46 лет. До своего назначения на пост генпрокурора Бо Байден воевал в Ираке в составе Национальной гвардии штата Делавер. На похоронах присутствовала вся семья вице-президента Джо Байдена. Это не первая трагедия в его жизни. В 1972 году в автокатастрофе погибла первая жена Байдена и их дочь. Сыновья Бо и Хантер также были в машине и пострадали. В субботу на церковной панихиде по Бо Байдену будет выступать встречу президент США Барак Обама. Международный валютный фонд считает, что в Федеральной резервной системе США не стоит торопиться с повышением учетной ставки. От этого шага может пострадать вся мировая финансовая система. Напомним, после кризиса 2008 года американский регулятор постепенно привел ставку почти к нулю, чтобы облегчить кредитование и подстегнуть рост экономики. Сейчас, когда экономика встала на ноги, американский Центробанк снова планирует поднимать проценты на межбанковские займы. Глава ФРС Дженет Йеллен дала понять, что рост учетной ставки может произойти уже в текущем году на фоне стабильного экономического роста и успешного создания новых рабочих мест в стране. В свою очередь, Международный валютный фонд опасается, что мировые рынки могут негативно среагировать на подорожание американских кредитов и связанное с этим укрепление доллара. МВФ считает, что американцам надо повременить с притормаживанием своей экономики хотя бы до начала 2016-го. Последствия этого решения распространятся далеко за пределы американских границ. Взвешивая риски, мы полагаем, что предпосылки для роста ставки возникнут позже, когда наметятся более очевидные признаки роста зарплаты и инфляции, чем сейчас. Другими словами, мы думаем, что рост ставок будет уместнее в начале 2016-го года. Вы смотрите новости на канале Артевиай. Далее в эфире «Улыбнись нам, Господи». Спектакль знаменитого Вахтануговского театра начинает турне по Америке. И как построить небоскреб за одну минуту. Все это после короткого перерыва на канале Артевиай. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok